Сегодня мы будем делать букет овальной формы. С чего мы начинаем его делать? Для того, чтобы сделать букет овальной формы, прежде всего нужно правильно подобрать зелень. Мы какую берем? Для букетов овальной формы подходят все виды эвкалиптов, популус и мы будем использовать еще зелень, но это не зелень, а это цветочек под названием хилоборус. И прежде чем составлять букет, нужно сначала рассортировать зелень, чтобы понять, какие ветви у вас будут самыми длинными, а какие будут более короткими для центральной части. А почему длинные куда идут? Потому что, чтобы создать эту форму овала. И с них начинаешь? Да, нужно сделать правильную сортировку зелени. Допустим, эта зелень более длинная, она пойдет на боковые части, а более короткая пойдет на центральные. И прежде чем собирать этот букет, нужно выложить форму овала именно из зелени. Так проще? Так проще. Эта форма даст вам сразу форму вашего букета. Вот мы берем наиболее длинные. Вот, допустим, этот зелень очень развесистая, поэтому можно сразу убрать ветки, которые будут мешать вашей форме. Опять возвращаемся к тому, что самое главное, чтобы вы умели перехватывать букет. Не подставлять цветы справа-слева, а именно перехватить букет, чтобы увидеть, что цветочки смотрят на вас. И опять-таки возвращаясь к тому, что мы уже с вами обсуждали. Все цветы должны смотреть из круга, из центральной части. И визуально букет должен быть разделен на четыре части, на четыре правильных сегмента. А ты как зелень ставишь? Просто две разных стороны? Да, естественно. А центр как заполнить? И центр. Центр мы устраиваем более короткими веточками. А их они прямо смотрят или как? Они смотрят, ну, практически прямо. А там что, у тебя зелень, ты ее по спирали складываешь тоже? Все абсолютно букеты складываются по спирали. Только небольшие букеты из линейных цветов, такие как калы, беткениумы. Если их малое количество, то можно сложить их параллельно. Ну, вот мы используем сначала наш коклос, а потом добавим так называемый цветочек хиллагорус. Он очень красивый. Но сезонный. К сожалению, он сезонный, но как только он появляется в продаже, советую ему его использовать, потому что люди очень плохо знакомы с этим цветком. И, как правило, всегда привлекает их внимание в течение. Многие думают, что это зелень, а не цветок. Да, 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 при этом думают, что это зелень. Вот мы выложили пока вот такую форму из коклоса. Ну, а теперь добавим хиллагорус. Он более жесткий, и он сможет поддержать коклос. Вот, предположим, да, вот эта веточка. Увернись к бокам сюда, на город, не видно. Эта веточка очень сильно у вас упала, поэтому можно воспользоваться хиллагорусом. И вот так его емкоть держать. Обязательно. А ты сколько штук берешь? Ну, я взяла здесь пять, в зависимости от стоимости вашего букета. Опять ты их как раскидываешь? Раскидываю так, чтобы на любом повороте букета вы обязательно увидели. Вот жирную самую, ты куда поставишь? Эту жирную мы разделим на две части. И вот эту жирную поротенькую мы поставим в переднюю часть, потому что передние цветочки у нас будут ближе. Вот так вот. Вот эту жирную мы уже поставим на другой пол. Если вы красивую выложите в каменную форму овала, то можно считать, что 50% букета у нас удавалось. Вот я перехватываю сюда, и вы можете посмотреть, что у нас есть. у нас есть корусок, и вот это я постановлю посетил. Что же в центральной части тоже он присутствует. Бумбошки. Ну, вот приблизительно вот такая форма. Будешь закреплять? Да, обязательно. Потом нужно обязательно это все закрепить. Можно подрезать сразу, чтобы не мешались лишние стены. Закреплять, да, помним, что тейп ведем. Сразу тейпы удобно резать, чтобы потом уже не отвлекаться на это. Пока вот основу мы выложили так. Если будет зелени потомки хватать, то, похоже, букета можно уже ее добавить. Так, ну вот. Красиво, уже красиво. Вот получился аварийный. Такую флизию. У нас он получится, кроме того, что аварийный, он еще и получится у нас асимметричный. Потому что в запасе была предусмотрена гортензия. Поэтому нужно правильно подобрать, когда вы поставите и пугать пить. Большая. Центр всегда должен быть тяжелее. То есть опять-таки, да, возвращаясь... Но ты же ее не в самый центр ставишь? Нет, нет. А как? Чуть-чуть бокс смещаешь? Чуть-чуть бокс смещаешь. Можно меня наклонить? Смещай чуть-чуть. Она поджала зелень, под ней теперь нет. Это не страшно. Ты ее расправишь, да? Вот, да, ты ее расправим. Можно поставить чуть-чуть дальше. Ну, а теперь нужно воспользоваться основным цветком. Основной цветок у нас здесь роза. Два вида хрустовой. Два вида хрустовой розы. Мы все цветы заведомо почистили от листиков. Так, и нужно, соответственно, посмотреть. Роза тоже может быть использована на вытяжку. Ну, только что. Ваза с цветами все закрыла. Ну, вот и все. Еще. Ты как розу-то поставила? Розу я поставила в центр на противобес гортензии, потому что у нее большой бутон. И вот здесь по цвету она прекрасно сочетается с гортензией. Верни на меня еще раз. На меня. Ага, вот так лучше видно, да, спасибо. Теперь можно попробовать и розу ставить на вытяжку. Вот такую розу, которая имеет чуть-чуть наклон. Она немного выпадает сама по себе. У нее тоненькие стебелечки, она за счет этого гнется. Она выпадает и за счет этого... Вот здесь вот просто автоматически я вижу, что мне сразу не хватает зелени. А ты ее сразу в процессе подкладываешь или можно потом вообще под конец? Потом, потом, потом. А тебе как удобнее? Да, без разницы. То есть ты сразу сейчас расставишь 5 роз? Да, я сразу расставлю 5 роз, с учетом того, что центральная часть у нас должна быть наиболее насыщенной, наиболее тяжелой. Вот их мы поставим обязательно. В овальном букете, в овальном букете одни цветы должны уходить, бог подчеркиваю, а вот эти передние, они могут смотреть прямо на вас. Но они должны быть чуть-чуть поможем. А ты форму выше-ниже соблюдаешь? Да, можно. Можно выше-ниже соблюдать тоже, без проблем. Еще у меня есть розочка. У тебя 2, у тебя 5 всего. 5, 2. Вот эту розу мы можем поставить на противовес. Тут немножко у нас еще и волос. Эту розу мы можем поставить. То есть мы все равно рисунок соблюдаем, да? Да, за счет того, что у нас даже розы разные, мы их нигде не плюсуем. Нет. Рисунок всегда нужно соблюдать. Только в том случае, если вы соблюдаете рисунок, визуально ваш букет будет всегда привлекать к юану. Если у букета не будет рисунка, то букет не будет привлекать ваших нигде. Так, единственное, я сейчас заперплю, потому что он уже очень тяжелый. Гортензия много весит стебель у него. Да, гортензия весит много. Можно закреплять периодически, несколько раз в процессе, для того, чтобы вам не потерять форму. Потому что при каждом новом перехвате букета форма может меняться. Можно стебли еще тоже подстригать. Да, стебли обязательно. Сейчас можно подстричь. Во-первых, они упираются, мешают. Да, они упираются. А во-вторых, они вес придают. Да, они создают, да. Могу весит. Отправил овальник, это букет на короткой ножке. Теперь можно перехватить. И на противовесе этой розе. А ты не будешь подпирать вот этот хиллоборус, который подгибал? Ну, это роза не тот цветок, а у нас только немножечко. Ну, и тонкие стебли для этого. Да, у нее слишком тонкие стебли. Вот, она может поставить вот так. А вот эту оставшуюся розу, которая тоже такая злотенькая, оставить вот так. Раз, чтобы посадить. Вот так вот. Ну, это то, что у нас центр пустой псау. У нас еще пионы, а у нас еще каллы. Поэтому центр мы поставим пион. Так, еще раз. Закрепим, потому что с каждым новым цветом ухер становится все. Розу мы уже выложили. Теперь можно прибрать эти двумя стебли, чтобы они, главное, не мешали. Теперь можно либо достроить центр, либо продолжить выстраивать овалы. То есть одно из двух. Ты что будешь делать? Я поставлю в центр пионы, добью центр, а потом начну выстраивать. В центр какие пионы идут? Они же все разные. Не проходит. Этот пион куда должен смотреть? Получается, он сюда обращен? Да. Он должен смотреть непосредственно вперед. Вот эта часть букета должна смотреть вперед. А вот эти части уже должны смотреть на овал. Теперь нужно уже смотреть так, чтобы как можно по максимуму заполнить ваш букет. Поставить цветы, и можно, соответственно, выше, ниже. Ну и плюс пион ставим в центр, чтобы он был лучше виден, потому что букет должен быть с пионами, чтобы сразу же они бросались в глаза. Можно вывести вот так, вперед, его помочь, вот сюда, в розе. Можно вывести еще вот сюда, пион. Не исключаю. О, нет, в розе. Ты много раз закрепляешь, да, тейпа? Да, я закрепляю много раз, потому что в овальном букете, потому что в период формы своеобразная, очень часто у вас будут съезжать цветочки, потому что потом не перекладывать, не перенапрягать стены, лучше несколько раз закрепить, чтобы потерять форму. На заднюю часть ты же тоже пион отправляешь, чтобы со всех сторон было видно. Да, потому что при любом повороте букета у вас практически букет должен быть равнозначным. Ты уже просто так, а в зеркало надо смотреть? Не обязательно. Все-таки овальный букет, он не требует такого уж прямо совсем правильной, правильной, идеальной формы. Ты просто заполняете пустоты. А рисунок как тогда соблюдать? А рисунок как видите? Вот так видно. Потому что, по сути дела, в овальном букете вам нужно заполнить рисунок по каждой стороне. То есть вы смотрите на эту сторону, если он будет стоять этой стороной, да, или другой. А уже вот так вот, как вот, в букете правильной формы, нужно не сомневаться. Ну вот, пока получилось так. Теперь у нас еще остались паулы. У нас еще много цветов, антерина. Мы его зачем берем? Мы его берем для того, чтобы у нас был букет разного цвета. Плюс они, он вытягивает форму хорошо на края. У него такие подвижные кончики, что они ложатся по форме букета. Либо антерином, либо легко и подходит для этой формы. Но он более жесткий, вот прям антерином он хорошо ложится. Не советуем лизиантуз, потому что все внизу. Что у нас с интересом? Так, вот мы поставим один из центра, два других поставим на противовес. Для того, чтобы почерпнуть армальную форму. Один под другим получается? Да. С этим мы поставим еще. Он прям вообще конкретно вытягивает букет в сторону. Поверни чуть-чуть на меня. Да. Да, вот так. Вот, видно, как он вытягивает форму букета в две стороны. У нас еще сейчас калы эту же функцию будут выполнять. Можно снова закрепить, наверное, и подрезать. Можно закрепить, можно подрезать. Можно посмотреть, какую побольше подрезать. Можно потом посмотреть, где можно или нужно добавить зеленью. Пионы в стебле уже пошли кривые. Можно их тоже. Не портили нам форму. То есть ты еще подкручиваешь сейчас? Да, иногда вот здесь у вас у цветов, особенно у толпионов. Вот, форма. Верни еще сюда больше. Не, просто. Да, вот так вот. Ты сначала закрепляешь, потом подрезаешь. Да. То есть здесь подрезарку можно тоже рисунуть. И теперь остались калы и кучикай. Пока не очень ровно. Но это технический срез идет. Рабочий момент, да. И теперь уже. Посмотрите, с этой стороны тоже у нас. Верни уже. Можете посмотреть. Вот калы тоже очень важно правильно ставить. Красиво. Потому что цветок, он, конечно, очень красивый. Но... Эстетично элегантный. Да, эстетично элегантный. То есть вы уже калы ставите так, чтобы... Как? Можете так поворачивать? Да, вот так лучше всего видно. Она в автоформу как будто сбивает. Да, можно ставить ее, соответственно... Можешь сюда поворачивать, да. Вовнутрь. Так лучше, чтобы... Сохранить спиральную технику, чтобы поставить ее вовнутрь. Можно несколько кал. Сгруппировать? Сгруппировать. Но мы их в основном калы в таких букетах лучше на края ставить? Или в центр тоже? Да, без разницы. Весь это без разницы. Можно и на края. Вот ее тоже, вот к стебе, видите, крутится и крутится. Очень крепой. Вот она не встает. То есть по идее, вот ей вот направление стебля... Вот она просится, чтобы ее поставили вот так. А ты ее выворачиваешь? Я ее выворачиваю. Это нехорошо. Давайте поставим по направлению вот так. Это тоже не противоречит. Да. Можно поставить вот так. Я бы вообще поставила здесь три. То есть ничего, что в центре у нас, по сути дела, там между пионами и гортезией, и калы не будет. Можно туда поставить. Красиво. Это уже творчество. Можно поставить по-разному. Поверни на меня. Сейчас, секундочку. Крутится калу, потому что скалами очень сложно, потому что у нее, во-первых, стебель без листья, то есть она не цепляется, что называется, проскакивает сразу. Это калу для эстетичный цветок, но мы будем поставить калу. После антеринова. У нас на той стороне стоит зортензия, то на ту сторону калу стоит, потому что она будет выглядеть как пушкой зортензии. Поэтому желательно калу распределить все вот... По краям. Они же тоже функцию вытягивания букеты выполняют. Калу очень сложно, потому что у нее иногда стебель идет к винтов, поэтому ее очень сложно поставить так, чтобы это было красиво. А куда ты сам цветочек направляешь или без разницы как? В принципе, без разницы, кто как любит. Кто-то любит из букета ее направлять, а кто-то любит, наоборот, вовнутрь букета. То есть тут правила нету? Нет, абсолютно нет. Нет абсолютно никакого правила. Мы будем поставить калу в пице. Это тоже очень много. Очень зубок и нынешний, но нужно очень аккуратно проводить через пице. Можно поставить вот сюда. Тогда нужно было снова закрепить, чтобы не ушла форма в пице. То есть ты на край ставишь по донтеринам. Мне бы хотелось, но... Можешь повернуть сюда? Да, вот так. Можно поставить вот так. Одну так, другую так. Это тоже не противорит. Субтитры подогнал «Симон» 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 «Симон» Субтитры подогнал 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 «Симон»